Привет! Доброе рейкенрольное утро! С вами кривое включение от Сижанны и Маришки по скайпу. Это скайп от Z Games до живого музыкального. И сегодня... Какой сегодня день? Четвертый или пятый? Пятый день, четвертый... Число сегодня тоже, все из головы вылетело. Я помню чудное мгновение, меня зовут Марина. Пятый день на Z Games и сегодня практически ни у кого нету голоса. Вчера мы общались со многими, которые просто сыпят, и это сыпу стайл специально на Z Games. Потому что каждый здесь пробует себя на всем, только на чем может. Отрывается только, берет силы, адреналинит, выпрыгивает, гасает... А если не получилось погасать, то на концертах нас добивают звуком хорошим, который мы пытаемся перекричать и не получается. Утром мы с Чижаной были такие калеки. Ааа, покойный Том! Привет, как дела? Привет, че там? На самом деле вчера Макс Корж очень сильно зажег, ну как не зажег, скажем, публика. Сделал взлетку по максимуму, как они называют. Да, все пели его песни, буквально песни по песню, скандировали его текста. Вот, и настроение было замечательное, все прыгали, допстеп его, как всегда актуален. Регги, хип-хоп, все вместе перемешал Макс Корж. Он всех поливал водой, освежал после своих музыкальных треков. А вот после этого была самая, как бы, ставка. Ставка на то, что делал... Взлетгейм сделали ставку в первую очередь на дёрт-джамп, и вчера состоялся финал. И это произошло? Это произошло и по FMX, и по маунтинг-байкам было. Ветер мешал, на самом деле мы подошли, первое, что я увидела, я только поднимаю голову, и ребята летят с этого огромнейшего трамплина и падают, и падают. Прыжок за прыжком ребята просто травмоподобно падали на трамплины. Травмоподобно, да. Травмоопасно. В общем-то, но в итоге все раскатались, не отменился дёрт-джамп из-за ветра. Все произошло вчера для этой дисциплины. И действительно порадовали людей своим уровнем, делали разные трюки. Было приятно на это все смотреть. И победил, сейчас мы вам зачитаем, потому что испанец. Ой, я запомнила. Bienvenido, Aguado, Alba. И мы его поздравляем, потому что в этом году организаторы The Games подготовили для победителей, финалистов. Очень серьезные призы, например, вот по дёрт-джампингу. Этот Bienvenido получает 6 тысяч долларов с 6 тысяч зелени. Ничего себе! Упси! Значит, ты делаешь что-то более интересное для тебя. Машенька потерялась, где-то потерялась в этих всех декорациях. Ну, там было зато весело на серф-кэмпе. Via PPS устроили горячую вечеринку, как обычно у них бывает. А еще, помимо этого, у нас был горячий диалог с Колесниковым. Это Алеша Колесникова, который показывает самые крутые фишки на Freestyle Motocross. А еще он очень много для тебя открыл о журналистике отечественной. Мы его не узнали. Мы его не узнали. При нем обсуждали, какие вопросы мы будем задать. А когда он пытался ставить слом, мы говорим, подождите. Подожди, стоп. Да, стой, мы сейчас решим, а потом тебе приведешь своего Колесникова. А потом оказалось, что он без успехов, его не узнать без его железного коня. Но в итоге... Да, мы почему-то представляли, что он будет как богатырушка Иванушка. Иван богатырушка с такими большими, тридцатьками. Он простой, простой. В итоге он нас мелкий вместе с нами. Мы залазили на его мотобайк. Он сказал, что он не суеверно, что он не считает, что если женщина притрована с его железным мотоциклом, то что-то произойдет не так. Да, а если Маришка Грин прикоснулась, значит это к счастью. Да. А еще помимо этого он сказал, девчонки, он сказал, что девушки нас вдохновляют. И чем больше девушек, которые нравятся, находятся на территории прыжков и трамплинов, тем лучше получаются флипы, трюки и их какие-то вывороты. Это точно. Что еще у нас с ним произошло? С ним вообще был самый длинный интервью. Да, он очень разговорчивый. Я даже удивилась, как Чижане удается сдерживать себя и не вставить слово. Колесников реально заполняет собой все. Еще круто было, я вчера наконец-то нашла палатку, которая показывает кино. Она настолько была индивидуально спрятана, как по мне спрятана, на берегу моря, возле какой-то точки на Z-Games. Значит, палатка на втором этаже, такая воздушная, в ней крутили кино. Вчера я правда уснула, не помню какое кино. Но помимо этого очень приятное место. Там играла вчера DUB Ambient, крутили ролики на фоне диджея. А сколько ты вообще придуривалась домой-то? В 4 утра, как всегда. И все на краха отдыхали, попивая чай, мате и другие напитки. Вот. Ну, это время, я где-то шаталась, даже не помню. То есть, меня все впечатляет абсолютно. И поэтому я ничего не могу сказать. Сегодня завершающий день, и из всех соревнований остается только фриран. Финал, короче, сегодня финал, в принципе, по многим дисциплинам. Не по многим, по слэклану и по фрирану только. После этого будет только фан, а Торвальд выступать будет. А потом будет только... Не дай бог. Это пока достаточно, наверное, информации. Надеюсь, мы вас с утра не сильно залепили своей вот этой вот бам-бам энергетикой и происходящим здесь. Напомним, в 16.30 мы с Мариной опять сделаем скайп-ключение. С Аней сделаем скайп-ключение. Да, Аней и Марина, это полезное, приятное с полезным будет в эфире скайп-ключение Z-Games. Напомним, что мы находимся сейчас на самом крутом фестивале спортивно-мускальном, который только мог быть в Украине. Поэтому мы счастливы, что вы с нами, что вы нас смотрите, слушаете, и мы... Спасибо вам. Мы продолжаем поспать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok